«Эта история произошла в не так давно с моим братом. В нашем небольшом городе. Вон за той машиной», — сказала девушка, запрыгнув на заднее сидение автомобиля. «В шпионов играем?» — улыбнувшись, спросил водитель. «Да, что-то вроде этого», — с улыбкой ответила Мария, хотя на душе ее все было печально. Ей вовсе не хотелось следить за собственным парнем, тем более который скоро станет отцом ее ребенка, но его поведение не оставляло ей выбора. Холланд в последнее время стал каким-то замкнутым и неразговорчивым. Его явно что-то терзало, но он боялся признаться своей девушке. «Твой ненаглядный к цветочному ларьку припарковался». Голос таксиста вырвал девушку из раздумий. «Ого! Целый букет тащит!» — изумился он. Сердце девушки сжалось от обиды и боли. «Значит, все-таки другая. Сейчас вы оба у меня получите!» — решила про себя девушкой, взяв себя в руки, спокойным голосом сказала таксисту, чтобы он и дальше ехал за автомобилем Холланда. У себя в голове Мария прокручивала сотни сценариев, представляя, как застанет любимого за измены, как посмотрит ему в глаза, поймав его на обмане. Но ни один из вариантов развития событий, придуманный девушкой, не оказался верным. Внедорожник Никиты припарковался у городского кладбища. Все что угодно, но такого себе представить Мария не могла. Ее парень, взяв цветы, отправился к чьей-то могиле. Оказывается, она так мало знает о своем парне, с которым планировала связать всю свою дальнейшую жизнь. Сунув несколько купюр таксисту, Мария попросила, чтобы он подождал ее, на что тот с готовностью согласился. Видимо, ему и самому было интересно узнать, чем же закончится эта история. Холланд подошел к могиле девушки, чуть старше Марии, и положил цветы. Постояв немного, он что-то сказал и, развернувшись, зашагал к выходу, едва не увидев Марию. Мария сама себя проклинала за то, что она сейчас делает, но другого выхода не было. Ей нужно было выяснить, что скрывает от нее тот, кого она называет любимым. Внедорожник вновь скрылся за поворотом, когда Мария с таксистом начали его преследование. Получается, не для любовницы цветы он вез? Спросил таксист, глядя на Марию. В зеркало заднего вида. Получается, что так? Согласилась она, все еще будучи погружена в собственные мысли. Еще больше она удивилась, когда машина Никиты подъехала к детскому дому, и через какое-то время вышла женщина-воспитатель, держа за руку девочку лет пяти. Она кинулась к Холланду, и тот, подхватив ее на руки, начал кружить и целовать, прижимая к себе. Теперь картина в голове Марии совсем не складывалась. Не было никакой любовницы, а была маленькая девочка, которая почему-то жила в детском доме. Кто она? И почему Холланд никогда не говорил о ней? А это женщина на кладбище? Все эти вопросы не давали Марии покоя. И, наконец, встретившись вечером со своим парнем, она высказала ему все, что знает, и призналась в том, что следила за ним. Холланд выслушал ее, опустив голову. После ее вопросов он какое-то время сидел молча, обдумывая произошедшее. А потом вдруг сказал, «Ты знаешь, а так, наверное, даже лучше. Я уже давно собираюсь рассказать тебе все». И он грустно улыбнулся. «Та девушка на кладбище это Наташа. Мы встречались с ней шесть лет назад. Она мне очень нравилась». Холланд задумчиво смотрел куда-то в пустоту, будто погружаясь в то самое время. А потом она куда-то пропала. На этих словах он перевел взгляд на Марию, отчего ей даже стало не по себе. «Я искал ее, звонил, но все было бесполезно. Телефон был недоступен, а в кафе, где она работала, мне только сказали, что ее бабушке в каком-то селе стало очень плохо. И она, бросив все, сорвалась туда. Что это за деревня была, мне так и не удалось выяснить. А потом я встретил тебя». Холланд улыбнулся. Встретил и влюбился, как мальчишка. На самом деле, я даже не подозревал никогда, что так можно любить. На этих словах у парня покатились слезы. Было видно, что он не врет. И сейчас он откровенен с ней, как никогда. «А откуда же я тогда знал, что Наташа не одна сбежала от меня в эту таинственную деревню?» Улыбнувшись, он будто бы адресовал свой вопрос Марии. «Не одна, а с кем?» — изумилась девушка. «А с той самой девчонкой, которую ты видела возле детского дома», — пояснил Холланд, глядя куда-то в потолок. «Ее Маша зовут, и она моя дочь. Представляешь?» На этих словах Холланд тихо засмеялся, рискуя вот-вот заплакать. «А я и сам только недавно узнал об этом. А дочь моя все это время в детском доме живет. А что с Наташей случилось? Почему она умерла?» Присев рядом с Холландом, Мария положила ему руку на плечо, стараясь хоть как-то поддержать своего парня. «Мне сказали, что она во время родов умерла. Он снова вытер глаза, наверное, чтобы сдержать слезы. А мне только недавно подруга Наташкина все рассказала. А я ведь даже и не подозревал ничего. А потом, обернувшись на Марию, он сказал, «Теперь ты все знаешь, родная. Я оказался парень с сюрпризом». На этих словах он горько улыбнулся. «Я очень тебя люблю. Больше жизни. Но и дочь оставить там не могу. Если ты готова принять нас обоих, то я буду счастлив». Мария была ошарашена этим рассказом. Она могла ожидать всего чего угодно, но что у ее любимого есть дочка, да еще и в детском доме, такое не могла предвидеть даже ее женская фантазия. «Дурак ты!» Потеребив парня по волосам, вдруг сказала она. «Я думала, что у тебя любовница, а он о ребенке мне сказать боялся». Улыбаясь и обнимая своего парня, сказала она, «Разве я могу от ребенка отказаться, когда сама скоро мамой стану». Холланд все понял и крепко обнял свою девушку, спрятавшись в ее волосах от всех бед на свете. «Как же я счастлив!» прошептал он Марии на ухо. «Ты самое большое мое благословение!» Сказал он и поцеловал будущую мать своих детей. Вскоре Холланд и Мария поженились. Теперь они стали мамой и папой сразу для двух детей. Первым делом они забрали Машу из детского дома, а вскоре у них появился сын Ваня. Кажется, счастье поселилось в их большой и шумной семье. Мария смогла принять и полюбить Машу, как собственную дочь, и та отвечала ей взаимностью. Все-таки насколько это важно уметь слышать и понимать любимого человека. Ведь если бы Мария не смогла тогда понять своего парня, то и всего этого у них сейчас бы не было. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!